Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет видео про абуз санбокса. Постараюсь меньше лить воды и больше полезной информации. Я немножко сейчас еще болею, если я буду кашлять, но сорян, в общем, придется вам это слушать и смотреть, потому что видео я и так на самом деле затягиваю. Вот, будем работать опять по шпаргалке, и в принципе уже можем начинать еще нового. Первое, с чего начнем, создание гугл таблицы. Да, я решил вернуться к старому способу абуза, ну, к тому, который я постоянно пропагандирую, а именно создание гугл таблицы, потому что она очень удобная. Таблица очень простая, зачем ее делать? Просто для удобства. Если вы будете абузить санбокс на много аккаунтов, она вам точно понадобится, чтобы не держать эти данные в голове, либо там где-нибудь в блокнотике, потому что блокнотик это неудобно, ну, лично для меня. Кстати, в этом видео я не буду говорить, как там играть в санбокс, сколько на этом можно заработать. Это будет именно для тех, кто уже более-менее знаком с этой темой, ну, либо найдете эту информацию на ютубе, потому что видео будет полно. Ну, их уже сейчас много, как на нем зарабатывать. Вот, видео будет посвящено именно абузу, как создавать много аккаунтов в санбоксе. Вот это моя профильная тематика. Так вот, таблица из, ну, из таких четырех немножко столбиков. Это почта, пароль, адрес кошелька и сит, фраза кошелька. Вроде бы это все, что нам нужно для абуза санбокса. Я лично участия во втором сезоне не брал. К третьему сезону я подготовлюсь, хочу прогнать хотя бы 20-30 аккаунтов. Вот, и я думаю, что мне получится, я, у меня получится что-то с этого заработать. Так, идем дальше. Таблицу создали, шоу у нас далее. Антик, дельфин и прокси, прокси 6. Да, я знаю, что можно юзать там хромы, добавлять какие-то расширения, но лично я уже подвык к антику, дельфину, поэтому я буду юзать его. Если вы знаете какие-то другие антики, ну, анти-детекты, то есть анти-детект браузеры, которые меняют там ваше ID устройства, IP-шник и так далее. Вот, тогда можете, в принципе, использовать их. Я использую дельфин, потому что он мне лично удобен. Вот, в принципе, и все. Его мы качаем, все ссылочки будут в описании, на антики, на программы, на санбокс, на все. Вот, поэтому все вы найдете в описании. Мы заходим в анти-детект, стандартная сейчас настроечка произойдет. Так, покупаем сразу прокси, смотрите, прокси беру и на прокси 6, можно брать другие сайты, я просто покупаю на прокси 6. Вот и все. В принципе, это не реклама, просто я пользуюсь данным сайтом. Нельзя брать прокси 6-й версии, потому что они не подходят. Они подходят только для гугла и только для ютуба. Да, я знаю, что они дешевые, но вот как бы тут нужны будут вложения. Берем прокси 4-й, либо шарет прокси, но тут для санбокса я бы все-таки именно советовал брать просто 4-й прокси, не шарет. Да, они дороже в 3 раза, но зато у них лучше качество. Можем посмотреть, какие прокси есть. Прокси 4-й есть, например, Россию не хочу, Украину хочу. Найдем Украину вот здесь. Так, количество, ну, как бы, страну выбираете любую, просто, ну, смотрите, чтобы она не была в бане. Как узнать, что она в бане, ну, либо методом тыка, либо посмотреть на сайте, я информацию не нашел, поэтому, вроде бы, можете брать любую страну. Так, количество, ну, давайте купим, там, пусть будет одно прокси пока что. Прокси на месяц, тип не меняем. Нажимаем купить. Нажимаем, ну, это можно будет сменить. Нажимаем продолжить. Как заводить сюда деньги, регистрацию, я думаю, вы тоже с этим разберетесь, потому что, ну, все легко и интуитивно понятно. Так, все, прокси мы купили. Вроде бы здесь надо будет сменить части прокси. Я затупил. Нажимаем вот так и меняем на SOX 5. Все, у нас прокси IP версии 4 на SOX 5. Что мы делаем дальше? Как настроить антидетект? Мы заходим в антидетект дельфин. Там вначале дается даже, вроде бы, тысячу профилей на 3 дня, но потом 10 профилей, как бы, бесплатно. Потом можно создавать много профилей антик, чтобы у вас было на каждом по 10 профилей, то есть его тоже обузить, но об этом у меня уже было видео, можете посмотреть. Нажимаем создать профиль. Название не важно. Один статус не важно, теги не важно. Выбираем Windows, Google, без прокси. Нет, нажимаем новой прокси. В прокси, что мы вводим? Идем на данный сайт. Сюда, Ctrl-C, Ctrl-V. Так, потом еще у меня английский включен, да. Нажимаем вот так, двоеточие. Копируем логин сначала. Опять двоеточие. Что-то он у меня уже выкобиливается. Логин, опять двоеточие. Так, здесь можно сменить, вот здесь мы нажимаем Socks 5, потому что мы выбрали Socks 5. Но это тоже важно на самом деле. Нажимаем создать. Все, мы создали, можем его сейчас проверить. Проверить соединение. Все, отлично работает Украина. Все, то есть так мы будем делать антики. Потом создаете еще один профиль, второй и так далее. То есть с этим вы разобрались, как создавать много антиков. Сколько создавать антиков? Если вы хотите 10 аккаунтов, значит у вас должно быть 10 профилей антидетекта и 10 прокси. С этим понятно. То есть под каждый профиль сэндбокса вам понадобится один антидетект и одно прокси. Так, антидельфины и прокси с прокси 6 разобрались. Покупка, создание почты на сайте InstallShop плюс активация по SMS. Да, можно использовать для сэндбокса. Насколько я знаю, он и Rambler пускает. Но я бы все-таки советовал, чтобы не было никаких точно проблем покупать аккаунты именно Гугла. То есть вот Gmail, заходим на сайт, ссылочка будет в описании. Gmail, авториги. И берем, вот есть, например, 272 штуки под 3 рубля за штуку. Покупаем, нажимаем купить, с этим тоже разберетесь. Я сейчас покупать не буду, вводим email, оплачиваем и так далее. Если вы там из Украины, а принимает только Киви, ну как бы можете постараться купить в WTS чатах. Вот я знаю, что с этим сейчас проблемы, но как бы по-другому никак. Можно брать на других аккаунтах, можно создавать самому. Просто говорю, что аккаунты нужны. Я лично покупаю на InstallShop, вот, поэтому как бы и вам про это тоже говорю. Вот, вы их покупаете, но здесь написано, требует подтверждения по SMS. То есть когда вы заходите в аккаунт, он говорит, пожалуйста, подтвердите там свой номер телефона, введите. Для этого у нас есть сайт 5sim.net, ссылочка тоже будет в описании. Заходим вот здесь, выбираем страну. Там, ну неважно, какой-нибудь Китай пусть будет. Можете другую брать, я просто сейчас быстренько показываю. Потом выбираем оператора, это не важно. И выберите сервис, вот тут находим Google. Google, у него здесь голимая, а нет, не голимая. Нажимаем купить. Вы не авторизированы, ну, то есть, создаете аккаунт, покупаете, приходит SMS, вводите в аккаунт. Это легко, тоже не буду на это тратить время. С этим я тоже, думаю, разберетесь. То есть вот так, получать номера для почт. Что мы делаем дальше? Дальше идет создание аккаунтов с анбокса, плюс заносим данные в форму. Все, то есть мы купили, условно, 10 прокс, сделали 10 профилей антидетекта и купили 10 почт. Уже их тоже активизировали. Активизировали? Активировали, короче. Что мы делаем теперь? Мы заходим в антик, нажимаем запуск. Сейчас, если он не зайдет, надо будет запустить антик. То есть, если у вас не запускается, просто закрыли, открыли, он опять зайдет. Бывает такое после регистрации. Что нам нужно теперь? Теперь, вроде бы, кто-то говорил, что через настройки можно установить много-много расширений сразу везде. Я с этим не разобрался, ребята, поэтому извиняюсь, это я вам не покажу. Я буду показывать, как я это делаю. Так, секундочку. Я это делаю просто через стандартное расширение. Возможно, это сделать как-то быстрее. Я с этим просто не разбирался. Настройки. Так, здесь ищем расширение. Если я что-то закрываю вебкой, тоже извиняюсь. Открыть магазин расширений. Вводим MetaMask. Кошелек MetaMask, он уже внизу был. Переходим сюда. Нажимаем «Добавить в Chrome». Установить расширение. Сразу, пока он качается, вот мы первый аккаунт регистрировали, купили почту. Сразу данные в таблицу, то есть почту, пароль мы ввели. Сейчас мы создадим еще аккаунт от MetaMask. Мы тоже сюда введем ситфразу, сюда введем адрес кошелька. Кстати, советую вот в этих ситфразах вот так взять и вот здесь шрифт сменить на шестой, чтобы они помещались. Да, потому что если их не менять, а я не сменил, да, еще? Прикол. Вот, если их не менять, то оно просто будет занимать очень много места. Отлично, нажимаем «Начать», «Создать кошелек». Я принимаю, там какой-нибудь пароль придумываем. Я надеюсь, такой пустит у нас. Какой-то стандартный придумал. Пусть опустило. Кстати, вот этот пароль от MetaMask. Я, конечно, бы советовал использовать просто везде один пароль. То есть пароль от почты, пароль от аккаунта с анбокса и пароль от MetaMask, чтобы он был одинаковый. Вот. Если так не хотите, можете создавать свой и куда-то его здесь вводить. Я просто ввел вот этот пароль сейчас для MetaMask тоже. Так, нажимаем, сид фразу копируем, идем в MetaMask, кидаем ее сюда. Вот здесь надо выбрать только, вроде бы что, только значение. О, видите, как он маленький стал. Вот и отлично. То есть это можно еще меньше уменьшить, чтобы оно у нас места не занимало. Нажимаем дальше. Здесь нужно сейчас будет ее вводить. Блядь. В общем, ладно, надо ее немножко хотя бы увеличить, я так понял. Так, сид фразу ввели, нажимаем «Подтвердить». Все готово, все. Кошелек у нас создан. Все загрузился, все отлично. Что мы делаем теперь? Теперь это закрываем. Новая вкладка, MetaMask тоже можем закрывать. Теперь нам нужен сайт санбокса. Так, берем отсюда, копируем ссылку. Ссылка тоже будет в описании, либо можете найти сами. Она у нас закинула и пишет «Войдите в новый аккаунт». Ну, точнее, создайте новый аккаунт, вроде бы. Веб3 — это MetaMask. Спрокси будет грузить немножко дольше, но как бы по-другому никак. Вот MetaMask, рекомендуемая. Нажимаем, нажимаем «Далее». Ну, то есть у меня на украинском, но, надеюсь, проблем не будет у вас. Подсоединиться, присоединиться. Все отлично. Почту мы берем из нашей таблицы. То есть вы ее купили, вы вводите эту почту. У меня просто были почты свои. Почту, никнейм. Ну, неважно, какой никнейм. Бан 1. Никнеймы можно не запоминать, но, наверное... А, секундочку, что она? А, юсернейм уже занятый. Банлай 229. 228. Подтверждаем это маски. Там, вроде бы, вход можно будет либо через почту, либо через никнейм. Поэтому никнейм не обязательно записывать в таблицу. Можете записать, но это не обязательно. Мы зашли в аккаунт. Кладочка «Альфа». Сейчас я зайду, у вас будет просто вкладочка «Гейм», чтобы вы не путались. Вот у вас вот так будет. Переходим во вкладочку «Альфа». И здесь нужно будет скачать игру. Нажимаете «Домболт», «Альфа». Выбираете Windows или MacBook. Что у вас? Я выбрал Windows. Скачиваю и устанавливаю. Все. То есть у меня игра уже установлена. Вот она у меня есть. И, кстати, такой момент. Если у вас при запуске игры, вы зашли в игру, там, когда загружается карта, у вас будет вылетать санбокс. У меня это была проблема. У меня бомбила прямо «Дика», потому что я раз в 10 пытался туда зайти. Будет, наверное, в описании. Я там подскажу, какие файлы нужно удалить. Давайте я вам сейчас тоже покажу. Но лучше просто в описании посмотрите. Идете туда, куда вы установили санбокс. Я его установил на диск «F». Обычно он ставится на диск «C», «Program Files 86». Я установил на диск «F». Это «Games», «Клиент», «Санбокс Data». Потом открываете вкладочку «Санбокс Data» «Plugin» «x8664». И здесь будет такой файлик. Вот этот «Lib», «Burst», «Generated». Извиняйте мой английский. И в конце будет расширение «DLL». Выбираете его, удаляете. Именно не текстовый документ, а именно расширение «DLL». Удаляете, игра будет нормально запускаться. Но лично мне проблема помогла. Надеюсь, если у вас возникнет такая проблема, вам это тоже поможет. Так, вот смотрите. Мы аккаунт создали. Сейчас мы в него играть не будем. То есть мы просто эти все данные взяли, сохранили, занесли в таблицу. Адрес кошелька, кстати, давайте тоже сохраним, чтобы у нас таблица заполнялась. Копируем. Адрес кошелька вставляем. Здесь тоже можно только значение. Все, отлично. Адрес кошелька вставили. Что делать дальше? Дальше мы просто вот наш профиль антидетекта, мы его закрываем. Идем в антидетект. Во второй профиль. То есть у нас же их было 10. Ну, если вы создавали 10 во второй. Те же самые действия. Создаете метамаск, заполняете таблицу, создаете аккаунт. Просто пока что набиваете аккаунты. То есть чтобы у вас таблицы условно было там 10, 15, сколько вы хотите аккаунтов. Пока что не играем. Что мы делаем дальше? Вот мы создали, у нас пусть будет там 10 аккаунтов. Я не буду это показывать, но потому что зачем? Просто тратить время. Идем в шпаралочку. У нас дальше обузим форму. На момент записи данного видео есть еще форма, за которую дают 10 тикетов. Тикетов, неважно. Если, когда вы смотрите это видео, ее нету, просто пропускаете данный пункт. Если есть, можете это тоже сделать. Ссылка на форму будет в описании. Что делать с формой? Вот мы в этом же профиле антидетекта. То есть первый аккаунт, первая форма, первый профиль антидетекта. Заходим вот в эту форму. Ссылочка тоже будет в описании. Здесь нужно будет войти в аккаунт Google. Скорее всего, если вы хотите обузить форму, вам понадобится покупать не почты Rambler, а почты Google. Как бы вы ни хотели, придется их покупать, хотя они дороже. Мы заходим в почту, у меня там вроде бы почта S-Bone Life. От этого же аккаунта заходим в эту же почту. Загружается все. Мы зашли, это можно не сохранять. Мы вводим для начала sandbox email address. У нас адрес, идем в таблицу, S-Bone Life, копируем, вводим сюда. Отлично. И wallet address, в который мы прошли регистрацию, на который нам начислят 10 билетов. Зачем нужны билеты? Вроде бы за билеты разыгрываются вот эти альфа-пассы, которые стоят там по несколько тысяч баксов. Вот. Все, здесь отвечаете. У меня ответов на данную форму нет, потому что я еще ее не обузил. Но, скорее всего, у меня ответы будут в канале в Telegram. Поэтому, кто еще не подписан, заходите, подписывайтесь. Вот, скорее всего, я их туда внесу. Я просто над формой не заморачивался. Пока что я именно для вас подготавливал обуз именно аккаунта. Форма это так, второстепенная. То есть, это можно, в принципе, пропустить. Или, вроде бы, здесь даже можно как-то самому отвечать. То есть, мне кажется, да, форма необязательная. То есть, можно вот что-то такое подвечать. Там, yes, no, no. Наверное, да. Наверное, да. Даже не нужно подписываться на мой Telegram-канал. Вот. You like, feedback, account, controls, camera. Я не знаю, что здесь написать. Но там, что-нибудь напишите, переведите, пожалуйста. Нажимаете далее. И просто заполняете наугад эту форму. Мне кажется, так она тоже сработает. Это не факт. Но, скорее всего, будет так. Вот. Если что, я напишу в Telegram, если ее нужно как-то правильно заполнять. Данные для заполнения у меня тоже будут. Так. Форма мы заполняем. То есть, опять же, форма мы тоже обузим. У нас 10 аккаунтов, значит, должно быть 10 форум. На каждый аккаунт мы получим по 10 тикетов. Это хорошо. Теперь, смотрите. Что мы имеем? Кстати, антик уже можно закрывать, когда вы создали 10 аккаунтов. Так. Это не закрываем. Антик мы полностью закрываем. Все. Теперь мы будем обузить сандбокс. То есть, именно саму игру. Смотрите, почему нельзя обузить сандбокс через анти-детект? Потому что анти-детект меняет IP, там ID-устройство. Ну, вроде бы, он меняет какие-то хэши, кукисы, как это еще называется. Отпечаток браузеров. Он меняет это для приложений. Ну, не приложений. Точнее, для сайтов, которые у нас в браузере. Логично. То есть, на игру сандбокс, которая установилась у нас, как обычная игра, там, как Танки или как Альбион, он не работает. Вот. Но для обуза, если мы будем обузить сандбокси, у нас немножечко... хм-хм-хм, забанят. Вот. Поэтому мы будем использовать программу Proxy Fire. Вроде бы она так называется. Скачать ее тоже можно будет по ссылочке в описании. Кстати, она на 30 дней бесплатная, дальше платная. Но если что, в гугле вы можете спокойно найти ключи активации. То есть, пишите Proxy Fire, ключ активации, копируете, вставляете, активируете. Она у вас будет полностью бесплатная. Вот. Мы ее тоже устанавливаем. Установка легкая, не буду показывать даже. Она вот здесь у нас открывается в E3. Заходим в нее. Как-то ей можно пользоваться по-другому. Но я пользуюсь как бы своим методом. Он работает, поэтому может делать так, как делаю я. Для начала нажимаете файл. Нажимаете New Profile. Нажимаете Save Profile. То есть, вы сохраняете этот профиль. У меня уже есть три профиля. Я создаю четвертый. Нажимаю четвертый. Нажимаю ОК. Нажимаем File, New Profile. Нажимаем Save Profile. Нажимаем 5. Ну, то есть, насоздаем все профилей. Если у вас 10 аккаунтов, тогда 10 профилей в Proxy Fire. Потом, вы, например, хотите зайти на какой-нибудь профиль. Как это делать? Нажимаем Mnage Profile. Выбираем четвертый. Нажимаем ОК. Да, все, мы на четвертом профиле. Как сюда добавить Proxy, чтобы он менял наш IP-шник? Нажимаем профиль. Нажимаем Proxy Server. Нажимаем ADD. Адрес. Идем на Proxy 6. Берем тоже Proxy для первого аккаунта. Proxy, которое мы использовали для вуза форума, для создания аккаунтов и для того, чтобы вообще играть на аккаунте, желательно должно быть одинаковое. На это тоже обращаем внимание. Вводим адрес. Порт. Протокол у нас Sox 5. Enable. Нажимаем кнопочку. Берем логин. User Name. Несем сюда. Берем пароль. Ctrl-C. Ctrl-V. Ой-ой-ой-ой-ой. Сбился. Ctrl-V. И логин мы выносим сюда. Можно его проверить. Proxy нажимаем... А, нет, нет. Нажимаем чек. Он проверяет работоспособность. Но я просто знаю, что они работают, поэтому нажимаю ОК. Все. Все. Мы его добавили. В принципе, можно проверить, работает ли у нас Proxy или не работает. А, я его не сохранил, да? Это будет прикольно, если я его сейчас не сохранил. Секундочку, ребята. Я затупил немножечко. Адрес. Порт. Протокол. Sox 5. Угу. Вот. Вроде бы он у нас сейчас добавился. Надеюсь, он у нас сейчас добавился. Да. Все. Можно проверить, как он работает. Например, я надеюсь, оно сразу обновляется. Просто обычно Proxy Fire запускается через 1-2 минутки. Но давайте посмотрим. Вроде бы оно уже обновилось. У нас сейчас IP-шник 85, 115, 203, что-то дальше. Идем на сайт 2ip.ru. Можно использовать другой для чека IP. Но я использую этот. Нажимаем «Узнать IP-адрес». Все. Видите? У нас IP-шник 85, 115, 203, 231. Украина, Киев. То, что я и покупал. Как сменить прокси на следующий аккаунт? Просто вы переходите в файл. Нажимаете «Менеджер профилей». Заходите в следующий аккаунт. Нажимаете «Ок». Нажимаете «Ок». И в профиле нажимаете «Прокси сервера». Добавляете следующее ваше прокси. С этим я тоже, думаю, вы разберетесь. Так, давайте я перейду назад в четвертый. В принципе, под каждый аккаунт мы делаем свой проксифайр, чтобы потом как бы IP-шник у нас для каждого аккаунта был одинаковый, разный точнее. Еще такая небольшая подсказка. Одного прокси, ну точнее IP-шника будет мало на аккаунт, потому что разработчики могут вас банить по ID-устройству. То есть, например, у вашего устройства, у моего компьютера есть там ID, например, 4 единицы. Ну, условно просто, я из головы выдумал. Вот. И там, даже если у меня IP другое, условно 100 аккаунтов с разными IP-шниками, но ID-устройство одно и то же, разработчики такие, типа, «Ты что, дебил?» И банят меня. Ну, условно я говорю. То есть, такое может быть. Опять же, я не обузил второй сэндбокс, ну точнее второй сезон сэндбокса. Я вам точно не скажу. Я общался с людьми, которые их обузили. Они мне передали, скажем так, свой опыт. Вот. Поэтому с их слов я могу вот это сказать, что за это могут банить. В третьем сезоне, может, еще что-то придумают. Я не знаю, что, но пока что вот эта связка, о которой я вам сейчас говорю, то есть, антик плюс ID-устройство, он работает. Для того, чтобы сменить ID-устройство на компьютере под каждый аккаунт, мы качаем программку. Ссылка тоже будет в описании. Hard, Disk, Serial, Number, Changer. Вот. Мы заходим в нее. Установили. Отлично. Нажимаем Change. Окей. Все. Мы сменили. Отлично. После этого мы перезапускаем компьютер. Опять заходим и, в принципе, играем. То есть, для каждого аккаунта, смотрите, я не буду сейчас перезапускать компьютер. Я думаю, по понятным причинам. Так вот. Мы зашли в первый профиль, можем на своем сериальном номере, то есть, ну, на ID-устройстве, то есть, на своем обычном стандарте. Мы зашли, проиграли, там, поделили квесты, которые нам нужны, заходим во второй аккаунт, но перед входом в аккаунт мы, во-первых, открываем другой профиль Proxifier, и потом мы меняем наш ID-устройство. То есть, нажимаем Change. Нажимаем Change, перезапускаем компьютер, и уже играем на втором профиле. Я надеюсь, это вам понятно. Покажу, как это будет. Смотрите, мы опять-таки открываем Anti-Detect, запускаем наш первый профиль. Ага, а антик у нас не запускается, когда у нас включим Proxifier. Поэтому сейчас мы закрываем Proxifier. Заходим опять в Anti-Detect. Да, прикольная, конечно, связочка. Cancel. Нажимаем ОК. Да, мы заходим в Anti-Detect, и теперь уже открываем Proxifier. Вот мы зашли в наш первый аккаунт. Ну, то есть, в таблице у меня это первый аккаунт, у вас это может быть пятый, шестой, не важно. Вы зашли в Альфу, выбираете какой-то квест, какую-то карту, нажимаете, так, принимаю, нажимаете Play. Здесь открыть приложение. Оно у меня будет лагать, сейчас долго загружаться, но давайте подождем. То есть, это почему меня лагает, потому что, во-первых, у меня сейчас открыты два браузера, у меня открыта еще съемка видео, вот, и у меня комп не особо мощный. Ну, и вообще, компьютер для сэндбокса надо, ну, довольно-таки мощный. Вот, спрашивайте это у тех, кто играл, они вам больше этому подскажут. Нет, ребят, я, наверное, не буду ждать, потому что затягивать видео я не хочу, и сейчас я немножечко спешу. То есть, что будет дальше? Вам даже не нужно будет вводить почту, пароль, потому что если вы заходили, как я вам показывал, через Anti, то есть, с каждого профиля отдельно, то есть, не открывали приложение с рабочего стола, а открывали приложение вот здесь из браузера, то есть, нажимали на карту и нажимали Play. Тогда у вас, как бы, данные автоматически подтянутся с этого аккаунта. Вы просто заходите в сэндбокс, я надеюсь, кстати, у меня был браузер, видно сейчас. Вот, вы просто заходите в сэндбокс и играете, проходите квесты, потом закрываете сэндбокс, закрываете данный профиль антика, заходите в AntiDetect, во второй профиль и делаете то же самое. Только не забывая менять, конечно, свое ID-устройство и не забывая менять IP в Proxifier. Вот, в принципе, и все, ребята, я надеюсь, вам было понятно, вам было интересно и надеюсь, что я ничего не упустил, видео немножечко затянулось, но, извиняйте, как бы, меня, по-другому никак. Вот, если вам что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь вам ответить, постараюсь помочь. Я лично буду залетать в третий сезон, поэтому, скорее всего, какие-то посты у меня в Telegram-канале будут. Вот, если вы еще не подписаны на мой Telegram-канал, можете не подписываться, ну, вот, в принципе, и все, ссылки в описании не будет. Нет, она будет, ладно, шучу, можете подписаться. Все, ребят, всем спасибо за видео, надеюсь, оно вам понравилось, вот, и надеюсь, я все правильно сказал. Все, всем удачи, ребят, и всем профитом, пока.